240 подделок выявлено в банковской сфере в Тверской области за первое полугодие. Традиционно в лидерах денежные купюры. Хотя бывают и исключения. Подделывают в том числе монеты. Причем даже не драгоценные и не старинные. Подробности у Романа Быкова. Среди почти двух с половиной сотен фальшивых денег, выявленных в Тверской области, традиционно лидеры купюры крупных номиналов. По отдельных пятитысячных обнаружено 195 штук, двухтысячных шесть, тысячных тридцать семь единиц. Но при этом попалась даже одна сто-рублевая банкнота. Между тем в полиции предупреждают граждан, где они чаще всего могут нарваться на подделку. Поддельные денежные знаки, как правило, сбываются в организациях оптовой и розничной торговли, в сфере услуг, а также отдельным гражданам, занимающимся торговлей, в том числе на рынках. В Центробанке отмечают, что для борьбы с фальшивками они даже проводят специальные курсы для продавцов магазинов. А простых граждан, при сомнении в подлинности купюры, просят соблюдать ряд рекомендаций. Проще всего взять тот денежный знак, в котором вы уверены, и положить рядом с ним тот, в котором вы сомневаетесь. И рассмотреть элементы изображения, геометрические размеры, материал изготовления. И вот в таком сравнении, вооружившись знаниями по признакам, можно отличить поддельный денежный знак. А еще фальшивомонетчики удивили тем, что зачем-то изготовили обычный металлический червонец. Ведь остается загадкой, зачем тратить деньги на чеканку монеты, за которую сейчас можно разве что взять на прокат тележку в гипермаркете. Продолжение следует...